Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционный для четверга эфир. Обсуждаем рынки технически фундаментально. В прошлый раз, когда у нас был с тобой эфир неделю назад, мы как раз сделали небольшой анонс, что на следующей неделе у нас будет уникальная встреча, потому что появится возможность разобрать по горячим следам заседание Федрезерва, посмотреть где-то будет курс доллара, и еще подготовить наших подписчиков, тех, кто следит за контентом, к заседанию Европейского Центрального Банка, которое сегодня, собственно, тоже ключевая ставка, прогнозы, анонс будущих действий и, конечно же, ожидаемая серьезная волатильность по главному валютному риску, по европейской валюте. То есть сегодня мы точно не можем пройти стороной евро. Я предлагаю затронуть этот инструмент, но это прям важно и необходимо. Также, раз уж мы должны подвести итоги еще заседания Федрезерва, можно проанализировать ситуацию с индексом доллара. И в качестве третьего традиционного инструмента для нашего с тобой совместного обзора можно посмотреть за золото. Что скажешь, нормальный набор активов? Да, я думаю, отлично. Отлично. Тогда давай начнем с меня, как раз у меня индекс доллара открыт. Секундочку. Так, индекс доллара текущей котировки 100.60. Подводим итоги заседания Федрезерва. Ставку повысили на 25 байсных пунктов до 5,5%. Хотя я думал, что могут быть какие-то сюрпризы, например, более скромные повышения ставки на даже 10 байсных пунктов. Но, видимо, руководство Федрезерва решило не вносить какую-то суматоху на рынок и дать рынку то, к чему он готов. 25 байсных пунктов, раз уж все закладывались под эти события, найти, получайте. Видимо, потому что рынок, по сути, увидел то решение, которое прогнозировалось. По этой причине мы не увидели серьезных движений на рынке, которые, честно говоря, ожидались. На пресс-конференции Паула тоже ничего интересного сказанного не было. Я, как фанатично настроенный продавец доллара, очень хотел услышать все-таки намек на то, что текущее повышение ставки последнее и то, что в дальнейшем политика будет пересматриваться. Ну и после периода какой-то выжидательной тактики до конца года может ставка начать даже и снижаться. Но ФРС, в принципе, использовал абсолютно, ровным счетом, те же самые формулировки, что и месяц назад, что, скорее всего, следим за инфляцией. Контроль над инфляцией – это первоочередная задача. Наша цель – снизить ее до 2%. На текущий момент инфляционные риски сохраняются. И ФРС не готов комментировать сейчас перспективы дальнейшего изменения процентной ставки. Ну, лишь снова отметил, что все зависит от макроэкономических данных. Ну, это прям та же самая дорожная карта, те же самые тезисы, что были во время сопротивленных заявлений месяц назад и что было сказано Джеромом Павлом также во время его последней пресс-конференции. Но в целом, если для Федрезерва такое большое значение имеет статистика, для нас она тоже должна иметь большое значение. Сегодня, после оглашения и решения по ставке Европейского Центрального Банка, это… Так, давай перейду к экономическому календарю, чтобы по времени прям точно сориентироваться. В 12.15, если ориентироваться на GMT, в 12.30, через 15 минут после этого, выйдет блок статистики по штатам. Это заказан товар длительного пользования, годовые данные по ОВП и первичные заявки на пособие по безработице. И по всем вот этим отчетам, если сейчас проанализировать, что трейдеры ожидают, прогнозируют аналитики, эксперты, мы, скорее всего, увидим плохие цифры. И я очень надеюсь на то, что индекс доллара, который сейчас топчется в районе 100.60, и, в принципе, снижается уже третий день подряд, это снижение является не коррекцией от локальных максимумов, а возвращение к нисходящему тренду, который дальше будет продолжен. И данные, которые я озвучил, могут стать источником и причиной для дополнительного снижения. В общем, Денис, моя цель – это по индексу доллара увидеть этот инструмент в ближайшие дни, ниже поддержки 100 пунктов от РОВНа. Что касается евро, текущей котировки 1.11, все зависит от сегодняшнего решения Европейского Центрального Банка, все внимание на то, что будет сказано Лагард на пресс-конференции, ожидается повышение ставки, как и ФРС, на 25 байсных пунктов до 4.25. Но в отличие от Федрезерва, мы знаем, что Европейский Центральный Банк в несколько иных условиях в плане текущего уровня инфляции, поэтому он, скорее всего, будет более щедр на заявление о том, что жесткая монетарная политика должна продолжаться. И в отличие от Федрезерва, Лагард точно будет конкретно. Она скажет, что в сентябре ставку снова поднимут на 25 байсных пунктов, то есть уже до 4.5%. И именно то, что ЕЦБ будет все-таки действовать дальше, то есть проводить ту политику, к которой мы привыкли, это вырисовывает определенные такие конкурентные преимущества работы с европейской валютой как с более привлекательным финансовым инструментом, учитывая, что ФРС пока что не дал сигнал, что он завершил монетарную политику и ужесточение. Но мы прекрасно понимаем, что именно это и произошло, и повышение ставки на вчерашнем заседании. Это с вероятностью 99,9% последнее повышение в текущем цикле. Поэтому по евро я рекомендую, возможно, учитывая всплеск ватинности, который ожидается, сегодня посмотреть на уровень 1,1050, туда забросить отложку, байлимит, выкупать оттуда с целями уже возвращения пары в район отметки 1,13 и потенциально даже повыше. И золото, которое растет в 1977 долларов за тройскую унцию. Я ранее говорил, что этот актив нужно только лишь покупать, цели 2000, ничего не изменилось. И мой главный аргумент – это снижение доллара, за долларом снижаются доходности облигаций, и рыночный сантимент по-прежнему в 70% трейдеров золото шортит. Вообще в плане расстановки сил ничего не изменилось за последнюю неделю. То есть текущие максимумы локальные, они не выбили из рынка такую значительную трейдерскую массу. То есть есть еще потенциал, куда можно сходить повыше. Я думаю, что это точно будет психологическим уровнем тест сопротивления 2000 долларов. Моя цель – указанная планка. И я думаю, что 2000 чисто теоретически сегодня-завтра, как раз под закрытие недели, мы можем протестировать. Это, кстати, будет очень интересно, твоя точка зрения. Виннис, слово тебе. Так, отлично, я в эфире. Сейчас подгрузят. Экран видно уже? Да, уже видно. Все, супер. Так, ну что, я нас поздравляю. У нас мнения совпадают. Сегодня вот прям четкая синергия. Ну, это, собственно, видно и по направленности сделать. Значит, смотри, я вот хочу сказать по поводу, тоже несколько своих мыслей по поводу ФРС и сегодня предстоящей конференции ставки ЕЦБ. Начнем с того, что ФРС начала раньше повышать ставку на несколько месяцев в отличие от ЕЦБ. Следовательно, если у ФРС уже сейчас, вот почему, собственно, я и ждал ослабление индекса доллара еще с начала недели, это даже еще с конца прошлой недели. Связано это с тем, что у ФРС, в принципе, уже очень сильно заканчивается вот этот лимит, на котором можно повышать ставки, пока окончательно что-то не посыпалось. В данном случае речь идет о банковской системе. Тем более, вот, я думаю, следил за новостями, когда вчера Калифорнийский банк уже заключил соглашение о поглощении, как он называется, банковской системы. Да, 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 вот. Поэтому следователям уже начал ломаться, и банковский кризис, так называемый банкопат, который был в этом году, то есть тому лишнее подтверждение. То есть дальше они уже повышать, ну, судя по тому же Фидвотч, уже вряд ли будут. Понижение ставки намечено примерно либо март, либо май месяц следующего года. То есть если я думал, что может быть в декабре что-то, сейчас смотрю, нет, в декабре уже не будут понижать, то есть, скорее всего, это март-май. То есть на одном из этих заседаний. У ЕЦБ, наоборот, еще рычаги остаются, хотя рецессия у них потихоньку уже начинается, но рычаги у них остаются, им в любом случае нужно кризис таргетировать. И, ну, так как я сам недавно буквально вернулся с трехмесячного своего тура по Италии, могу сказать, что разница как бы, ну, есть, и она существенная. Вот с предыдущими посещениями, я даже смотрю по продуктовой, продовольственной корзине и в целом, ну, гораздо дороже стало, то есть инфляция, естественно, это очень сильно повлияло. Поэтому я думаю, что евро сегодня, да, они увеличат ставку, то есть здесь ничего нового не будет. При этом еще с прошлой недели по опционам начали просто сумасшедшие здесь закидывать, создавать хеджевую зону. Она началась, вот именно ее активная фаза началась от уровня 1.10.50 и вплоть до 1.10.15 приблизительно. То есть вот этот диапазон, там, где у меня оранжевые враги, вот это очень сильная хеджевая зона, причем по месячным опционам. Следовательно, то есть здесь должен был появиться объем, то есть от этого хеджа обычно покупают. То есть это на случай, если произойдет форс-мажор, какое-то сильное падение. Объемы покупателей здесь зашли. Ну, собственно, реакцию мы вот вчера потихоньку, слабенькую пускай даже, но потихоньку-потихоньку получили. Поэтому я лично считаю, что движение по евро у нас основное будет растущее, возможно, даже на обновление максимум. Ну, в любом случае, мне бы это хотелось. Вверху цели есть, эти цели в районе 1.13.50, 1.14. Поэтому я думаю, будут так вот плавно, постепенно, но все-таки в рост пойдут. Если чуть-чуть детализирование, то сейчас подошли к 1-2 марже, могут там внутренний отскок дать. Не факт, кстати, что дойдут до 1.10.50. Могут там где-то 1.10.70 приблизительно. И отсюда все равно вверх. В общем, у меня, ну, как ни крути, все равно получается лонговый сценарий. Потому что вот эта вот хеджевая площадка мне вот прям очень сильно подсказывала о том, что да, действительно здесь ориентированно со мной делается именно на продолжение роста. А вот это все движение вниз, это было не более чем коррекция. Особенно учитывая то, что здесь как таковых серьезных кульминаций абсолютно не было. Что касается индекса доллара, естественно, в противоположную сторону выглядит, у меня была вот такая вот зонка для разворота на продажу, поэтому движение вниз у нас здесь приоритетное, причем на обновление минимума я его рассматриваю. Отскок был сделан от внутренней зоны покупателей еще недельного графика, но это не очень сильная зона, поэтому если так вот в целом взять, то я думаю, что основное падение будет вот до вот этой объемной площадки при предыдущем росте. То есть условно это 96-97. Вот к этому диапазону, я думаю, это реальное снижение, которое вот до конца года здесь может действительно произойти. А учитывая то, что ФРС уже по их же словам взяло паузу и уже вряд ли будет повышать ставку, но я думаю, с очень большой вероятностью они уже не будут ее повышать, то есть на 5,5% цикл ужесточения до какой уже закончился, то триггеров для роста индекса доллара, помимо возможной рецессии в следующем году, по сути-то уже и не остается. Вот поэтому, следовательно, у меня индекс доллара также направлен на продажу, евро противовес на покупку. Что касается золота. По золоту я полностью согласен. Дело в том, что здесь начертил такой профиль объема, по которому очень четко видно, что у нас очень сильный ключевой профиль был накоплен вот в этом диапазоне. Точечные объемы, которые не дали должной реакции вниз и наоборот получили проталкивание вверх, они как раз подсказывали нам о том, что именно здесь будет основная площадка для сильной поддержки. То есть да, можно было в принципе войти от ее нижней границы, там где-то в районе 1955 примерно и так далее, но на самом деле основная область поддержки находилась вот здесь, то есть в районе 1960. Здесь очень важно, как цена двигалась, то есть движениями вниз она вот формировала такие вот маленькие буквально пробои, при этом гораздо глубже формировались коррекции. То есть зачастую это признак коррекционной структуры. Поэтому все вот это движение вниз я посчитал в качестве коррекции, ожидаю дальнейшее продолжение роста на перехай, а вот здесь вот надо уже очень осторожно быть. То есть по акционам, да, вверху там есть заливки, те, которые дальние мы их не смотрим, там ничего существенного, есть на перехай, но если честно, я сомневаюсь, что нам в этом году дадут исторический перехай. В следующем году вполне возможно. В этом в одном году два раза подряд сделать исторические обновления максимумов я, если честно, таких лет не помню. Хотя возможно все-таки все что угодно. Поэтому я думаю, что нам сделают здесь скорее всего что-то типа ложного перехая. Может там где-то 1992 тысячи туда дойдут и снова вернут вниз. То есть что-то наподобие накопления нам здесь будут делать. В следующем случае у меня вот такое впечатление. То есть я не думаю, что здесь какой-то серьезный импульс будет, учитывая то, что очень серьезный объем заходил вот в этой свече. То есть локальная кульминация здесь была сделана. Пусть и без каких-то очень существенных перекосов, но в любом случае она здесь была. И даже с маленьким ложным обновлением максимума, коррекцией, подход к сильному контрактному депоку, кстати, он сейчас на том же уровне остается. Вчера очень красиво потестировали звонку покупателей перед новостями, перед ставкой по РС и сделали отскок. В общем, я за перехай, 1992 тысячи, и оттуда коррекционный отскок вниз уже буду смотреть. Ну а в целом тут я с тобой согласен. То есть на ослабление индекса доллара у нас, собственно, подвязано и все остальное. Денис, спасибо тебе за комментарии. Ждем ЕЦБ, решение по уставке, пресс-конференцию, Лагар, что она скажет. Настраиваемся на серьезную волатильность. Я думаю, рынки останутся такими нервными буквально до конца недели, поэтому контролируйте, друзья, обязательно риски. Следите за плечами, которые вы используете, ставьте стоп-лоссы и так далее. Денис, огромное тебе спасибо, что подключился. Обсудил со мной сейчас очень непростые рынки, интересную ситуацию. Ну давай тогда смотреть за тем, как отработать наши рекомендации, и на следующей неделе уже обсудим в том числе и последствия решения Европейского Центрального Банка. Спасибо тебе, хороших выходных. Спасибо тебе за мнение и, как всегда, прибыли. Всем прибыли. Пока. Пока. Пока.